Вязание, бисероплетение, валяние из шерсти, создание кукол и вышивка картин, изделия из полимерной глины. Всевозможными техниками обладают участники этого собрания. Совет мастеров со всего округа прошел в Уссурийске. На повестке дня много тем для обсуждений, одна из которых – возможность проведения мастер-классов в доме ремесел. Этот проект именно создан для того, чтобы не только дети, молодежь, но и взрослые люди могли сюда приезжать, научиться любому мастерству. Потому что в нашем Уссурийском городском округе настолько много мастеров в разных техниках, что мне кажется, что нет такого, что мы не могли бы наши мастера. И мастерство наших рукоделов можно видеть невооруженным глазом по экспозициям в доме ремесел. Стены, полки, буквально каждый уголок украшен изделиями талантливых ценителей народного творчества. А накануне выставочную коллекцию пополнило очень редкое собрание кукол, создатель которого – особа из дворянского рода Грязновых – Рогнеда Сербина. Я обратила внимание, что куклы детально проработаны, очень детально. То есть костюм настолько воплотился в этих куклах. Есть и сарафанные комплексы, есть и паневные комплексы. То есть это головные уборы, как они проработаны. Вы знаете, я думаю, что достойная коллекция. Достойно, чтобы смотреть, изучать и любоваться. Ольга Каплан в этот день возглавила трибуну мастера. Такая традиция есть в кругу рукодельников в честь знаменательной даты. В этот раз ярким выступлением Ольга Васильевна отметила десятилетний юбилей своего творчества. Мастер подготовила отчет о техниках, которые освоила за этот период, и сюрприз в виде новинки – игровых кукол. Кто собьет шапку, тот и выиграл у противника. Начинается мыть. На встрече мастера обсудили планы на ближайшее будущее – подготовку к новогодним праздникам. Сейчас вовсю у каждого из них кипит работа над тематическими изделиями. Героем коллекции станет, конечно же, тигр. Творение по традиции можно будет увидеть, а также по желанию приобрести на память на выставках в разных районах города. В этом году, как всегда, традиционно на Центральной площади у нас будет организовано несколько теплых зон, в которых в праздничные мероприятия будут проходить мастер-классы. Ну и также дополнительно мастера будут реализовывать свою продукцию, которую они своими руками делают. Хочется отметить, что обилие мастер-классов в этом году будет больше, чем в все остальные дни. Помимо этого, мастера утвердили расписание событий и после Нового года. Например, 12 марта готовятся организовать большой фестиваль «Кукол», куда пригласят не только приморских талантов, но и мастеров со всей России. Летом намечается фестиваль «Гуляй-поле» на тему дальневосточного казачества. Также теплится надежда на возрождение хоровода дружбы. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс.